Здравствуй, дорогой солдат. Я желаю тебе скорейшего возвращения домой. Я искренне верю в нашу победу над нацистскими и фашистскими войсками Украины. Осталось совсем немного, дальше я еще отпишу. Девятиклассник Артем Соловьев, впрочем, как и его одноклассники, пишет письмо незнакомому бойцу из 155-й бригады морской пехоты со словами поддержки. Там воинам очень нелегко, а доброе слово и понимание, какую задачу они там выполняют, мотивируют и дают силы. Пишут письма с поздравлениями даже самые маленькие ученики 22-й школы Солокневичи. Пишут охотно, с полной отдачей. Днем защитника Отечества, воин. Спасибо, что защищаете нашу страну. Вы наша гордость и надежда. С уважением, Нина. Первый класс. На занятиях по труду девочки вяжут крючком и спицами теплые вещи для наших бойцов. Кто-то шарфик, кто-то митинги перчатки без пальцев. Сестры Бавиян, Аревик и София вяжут одну пару на двоих, чтобы ребятам было тепло. Мы вместе начали вязать в комнате, разговаривали, вязали, помогали друг другу. И делали парные носочки для солдат. Я им скажу, что я ими очень сильно горжусь. Они молодцы. Мы их очень любим и ценим то, что они защищают нас. И мы надеемся, что им все понравится. Екатерина Шубодер связала носки крючком. Она точно знает, что в изделие вложила капельку своей души, чтобы согреть воины не только вещью, но и человеческим теплом. Месяц примерно. Мне еще помогала мама в этом. А вот они не маленькие? Нет. Какой размер примерно? Примерно 41-43. У меня отец их пробовал надевать. Здесь, в этой комнате, где собирается совет школы, ребята готовят посылки на фронт. Ребята приносят носки, шкуты с медикаментами, чай, бритвенные станки, конфеты и консервы, например, сгущенка и тушенку приносят. Ученики средней школы и их родители, и простые жители села Кневичи уже не в первый раз собирают помощь на СВО. Плюс ко всему бабушки и те, которые не работают, они сегодня точно так же занялись тем, что отшивают нашим ребятам на СВО шарфы, варежки специальные, носки, чтобы им было тепло. Почему мы это делаем? Я думаю, что даже не стоит об этом как-то что-то и говорить. Потому что это наш тоже долг. Наших ребят долг сегодня защищать нас, чтобы мы сегодня учились, ходили, влюблялись, чтобы мирное небо над головой. А наш долг, как учителей, как родители, как детей, сделать все возможное, чтобы нашим ребятам там было лучше, легче. Сейчас торопятся, чтобы успеть доставить посылки в Акурат к 23 февраля. Первая партия уже уедет завтра. Напомним, сбор закроет 8 февраля. Полную версию сюжета смотрите в программе «Своих не бросаем» в субботу 10 февраля. Виктория Летита, Денис Надельный и Егор Бондаренко, телеканал «Лента».